В общем, так посмеяться, знаете, Ваня такой стоит и изучает моё меню на сегодня и на завтра. А я говорю, Ваня, представляешь, как было бы здорово, приходим и такие с утра на завтрак, как в ресторан, открываем меню, и там тебе на завтрак блины такие-то, сырники такие-то, только принесите, здорово было бы. Вот, я поняла, надо открывать своё кафе, чтобы ходить на завтрак в кафе, чтобы там готовили быстро, вкусно. Ну и желательно бесплатно. Всем привет, дорогие друзья! Ну что, у нас сегодня последний день января, 31 января, но видео, наверное, я выпущу, скорее всего, уже 1 февраля. Всем доброе утро! У меня утро началось, как всегда, со стакана тёплой воды с лимоном и с зарядки. Зарядка такая простенькая, но бодрящая. Ну и я думаю, что многим интересно посмотреть, что же мне сегодня из готовой еды привезли. То есть вот мои калории на день, 1500 килокалорий больше, без каких-либо добавлений своих продуктов. Привезли сегодня очень рано, в 7.33. То есть у них доставка с 7 до 9, но вот в 7.33 уже привезли. То есть я как раз только просыпалась. Пойдёмте посмотрим, что же там такое. У меня, кстати, очень приятно пахнет кофе, потому что кофе готов. Так, вот здесь, по идее, набор продуктов на 2 дня. Вот это изделие крупяные, готовые. Рисовая каша на миндальном молоке с вишнёвым конфитюром. Интересно, а вишнёвый конфитюр разве допускается? А, без сахара миндальное молоко. А, сахарозаменитель. Сахарозаменитель здесь, ребят. Так, правильное питание. Теперь я поняла, я в прошлый раз, когда рассматривала, я не увидела. Вот здесь, видите, понедельник и циферка 1. То есть первый приём пищи. Я в прошлый раз всё попутала. Дальше. Второй приём пищи. Тыквенный пирог с клюквой. Ничего себе, здесь тоже, что ли, сахарозаменитель? Сахар. Мне ж нельзя сахар. Мучной. Так, ладно, моя любимая тыква. Третий приём. А, это, так, это на завтра. Это мы будем с вами завтра рассматривать. Понедельник. Это тоже понедельник. Шестой приём пищи. Вот такой лёгкий перекус. Салат с грушами и голубым сыром. Так, это у нас штрудель с капустой и говядиной с соусом. Ну, выглядит очень аппетитненько. Так, вот это обед. Полноценный обед с макаронами. Котлеты из двух видов рыбы. Это рыбные котлеты. И рожки из полбы. А, слушайте, это непростые макароны. Так, и... Четвёртый приём пищи. Изделия кулинарные. В общем, карри, болис и жасминовый рис с чёрным кунжутом. Что ж ты? Видите, здесь кунжут какой. Вот. Шесть приёмов пищи на день. И это полторы тысячи килокалорий. Ну, начну я, соответственно, сейчас с каши. Пойдёмте пробовать. Остальное всё убираю в холодильник. Самое главное-то я вам не показала. Значит, смотрите. Рисовая каша. Вот это вот. 222 килокалории. Потом тыквенный пирог. 169. Много. Вот лучше, мне кажется, порцию гречки съесть, чем тыквенный пирог с клюквой. Потом котлеты. 203 килокалории. Жасминовый рис с кунжутом. А, тут всё вместе. 178, 178. Штрудель с капустой. 216. И салат с грушами и голубым сыром. 157. Итого они даже побольше перебрали. 1519. Вот я вот так вот не высчитаю ни за что на свете, как здесь высчитано. Ну, и написано, что вот эти вот лоточки, да, говорят, как вы в пластике разогреваете. Ну, написано, что в них можно разогревать. Поэтому я разогреваю именно в них. Кофеёк у меня уже сварился. Я первым делом встаю, сразу же иду. Всё засыпаю. Уже приноровилась чётко себе вот на кружку, чтобы у меня хватало. Так, пойдёмте пробовать. Так, ну что, я вот здесь сажусь, читаю ваши комментарии. Вот сейчас могу зачитать, кто мне пишет. Ирина Павлинка. Всё хорошо, но мне непонятно. В споркомплексе других тренажёров нет, что ли, кроме дорожки на другие зоны мышц? Есть. Тренажёры там абсолютно разные, но начало идёт с кардиотренировки. Так. Кашка. Пробуем. Пробуем. Ну, вот честно, как бы я, конечно, её сейчас съем с превеликим удовольствием, но... Кстати, миндаль там попадается. Я бы, конечно, лучше сейчас уже творог. Я ещё тоже привыкла с утра. Творог, там яичница. Ну, каша... Рис здесь неразваристый. Знаете, бывает каша, когда она там мягкая такая, а это как... Рис плавает в молоке. Ну, я не могу сказать, что это вкусно, ну, невкусно, или что это там как-то мегавкусно. Вот сейчас размешаю с этим, с джемом вишнёвым. Ну, у меня здесь, знаете, как ощущается какой-то сахар. Пусть даже заменитель. А мне сахар всё-таки нежелательно. В целом, неплохо. С утра разгребают все свои машины. В общем, ну, это реально... Это у тебя за ручник зацепилось. Это реально в этом году все машины... Ну, это не то, что все машины. Вот, смотрите, ещё даже не прочищена дорога. Они не успевают, не справляется. Служба вся коммунальная. Потому что, ну, снега очень много. Мне кто-то... Не знаю, откуда, с Казахстана, что ли, вчера написали, что до сих пор снега в этом году нет. Я бы этому событию радовалась. Потому что у нас, ну, мне кажется, его чрезмерно много. И обещают сегодня опять такой же ударный снегопад, чтобы будет целый день падать. Ну, а я, в общем, Ксюша, всем привет. Едем, как всегда, с Казахстаной на работу. Рассказываю и тебе, и зрителям. Вот сейчас с утра посмотрела, до сих пор под впечатлением нахожусь. Это сколько много психически неуравновешенных, нездоровых людей, которые не изолируют от общества. Я не знаю, ну, я даже не знаю, как вот с этим бороться. В общем, смотрела сейчас в новостях с утра, смотришь одним глазом-то. В зоопарке в Узбекистане мать с трехлетней девочкой скинула девочку в вольер к медведям. Представляешь? Там внизу этот, ну, типа, как у них какой-то речушки там, ну, водоем, не речушка, а водоем, прудик какой-то, ну, такой. И она, представляете, там где-то расстояние 4 метра, что ли, ну, вот приблизительно. И она девочку сверху стоять смотрит на медведей. Скинула вот вниз туда. Кто сегодня новости смотрел, тот видео. И медведь, сейчас Оксана тут не видит, ринулся, в общем, к этой девочке. Я думала, честно, что, ну, он ее задерет. Но на удивление он понюхал. Ну, то есть он думал, что ему еду, по всей видимости, скинул. Понял, что человек ничего не стал делать, умный медведь, да. И работники, в общем, ребенка достали. Ну, и матери сказали грозить 25 лет лишения свободы, что ли, что вот она. Ну, может быть, это как-то по неосторожности случилось? Я не знаю, ну, то есть это какая должна быть искалеченная психика? Не, ну, а тогда я тебе расскажу. Чтобы ребенка скинуть к медведям. Читала девочка, полтора года пропала. А, сожгли ее. Да, сожгли. Сожгли ее. Это я видела в деревне, у них много детей. Они всех отобрали, а ее не смогли чуть-чуть положить. Ее не успели отобрать и сожгли они. Ну, это я не знаю, что. Это на уровне даже, мне кажется, даже животные так не поступают со своими детьми. И вот что изощренная психика человека делает с ним. То есть, ну, что у него вообще в голове должно быть, что он вообще не понимает, что он делает. Ну, что, приехали на работу. Сейчас уже у меня второй этот завтрак. Это, знаете, как я вспомнила, как называется это? Бранч. Бранч, сейчас вам покажу. Но, честно, мне вот этот второй завтрак не нравится в том плане, что, ну, мучное все-таки. Ну, давайте посмотрим, что это у нас за мучное. Вот такой вот пирог с клюквой тыквенный. Они как будто бы... Сахар. Неделю не ела ничего вот такого с сахаром. Ну, как же они, Лена, пишут, что это правильное питание и сахар... Ну, пишут, что, ну, сахар тоже допускается, Оксан, в первые половины дня. Сейчас 11 часов, допустим, до часу. Не, ну, если ты не хочешь сахар, допустим. Ну, не все же любят. Это, считай, деньги на ветер, получается, кто не любит. Я люблю, и это очень-очень вкусно. Ну, это нарушение по диете. Но в любом случае ты всю жизнь соблюдать не будешь. После шести я не ем. Все-таки у меня интервал большой. Поэтому я съем с превеликим удовольствием, несмотря на то, что это тыква. Прямо, знаете, на один присест. А, самое главное, калории. Сколько же здесь калорий? Пищевая ценность на 100 грамм 222 килокалории. Но это не на 100 грамм. Или на 100? На 100. А здесь и есть 100. А здесь и есть 100 грамм. 222 килокалории вот так вот на завтрак. В легкую. Хорошо, когда в Аутберрис рядом. В общем, мне многие писали про джемы, которые не содержат сахар. Вот я заказала с Казани. Представляете, везли. В Казани посылка 3 дня. Конфитюр, маракуйя. Дома с вами все рассмотрим. А на работе вот так вот. Все время чай. Зеленый чай. Обед. Обед 203 килокалории. Значит, что это такое? Это котлеты из фарш, филе киты, творог. Здесь 1,8% филе хека. Прикиньте, в котлетах творог. Яйцо куриное, лук репчатый написано. Отроби даже как-то овсяные. Соль, перец черный. Тут еще петрушка. В общем, много всего. Выглядит вот таким вот образом. Не знаю, насколько это вкусно. Попробую сразу котлету. Я вообще рыбные котлеты не любительную. Ну, это вкусно. Что? Хочу сказать, что общество чистых пластиковых контейнеров вкусно. Вкусно. Котлеты, они немножко как-то с горечью с такой, но это всегда рыбные котлеты такие. Мне понравилось. И то, что я заказала на Ваутберрис, то, что мне советовали люди. Я, честно, даже перед этим не озадачивалась, что такая штука есть. Сейчас покажу. У Ванятки у нас суп с огурцами. У них свое меню. У меня свое меню. Но это не на сегодня. Это я заказала просто, чтобы у меня было. Видите, без сахара. Конфитюр, свежая маракуйя, без сахара. То есть, ну, вот это вот можно кушать спокойно. Вода маракуйя, подсластители здесь, стевия. Здесь стевия, поэтому здесь написано, что это не калорийно. Без сахара, без консервантов. Потом вот такая штука, тоже зеро. Написано, видите, что тоже нету сахара. Манго без добавления сахара. Низкокалорийный джем. Я, правда, конечно, это все еще не пробовала. Потом будем пробовать, когда у меня закончится моя еда, чтобы я с калориями не переборщила. Так, ну, у вас, ладно, вы все равно ничего не увидите. Я прочитаю. Состав манго, вода, подсластитель эритрит. Вот, который мне сказали, как он, фит как-то называется. Ну, в общем, его я не заказывала. Я просто заказала такие вот джемы, чтобы добавлять в творог. И, в общем, клубнику тоже. Ну, вот клубнику потом Ваня покушает. И может протестировать. Вот, потому что Ваня там можно, разрешено. Это просто, Ваня, чистая клубника здесь. Состав клубника. Подсластитель вот этот эритрит. Пребиотик инулин. И, ну, собственно говоря, все. Нет, ну, это варенье из клубники. Ну, да, это варенье из клубники, только без сахара. Сахар здесь не добавлен. Вместо сахара здесь какой-то эритрит, что-то такое, я не знаю. Ну, заменитель сахара. И написано, без ГМО содержит пребиотик. То есть, ну, такой полезный. Вот тебе тоже такой полезный есть. Можно будет после супа час утракулати кусать. Можно. Давай я тебе, хочешь, сделаю... Я не пожаристый. Ну, поджаристый. А Ваня, кстати, не любит поджаристый. Я обожаю поджаристый. Скучаю уже по хлебу, но не буду пока что есть хлеб. Хочу сказать, здесь всего три баночки. А как они были упакованы? То есть, у меня три таких больших коробки были. Ничего не разбилось. Все доехала. А ехала аж из Казани. В чем-то в Москве этого нет. Я удивляюсь. Это тоже вилы водки? Нет, это я на Валбересе нашла. В общем, не горячий. Я тебе разбавила чай. Он тебе не может быть горячим. Смотрите, что делает, а. Ну, я тебе разбавила там воды. Вот столько в кружке холодной у тебя. Куда тебе еще? Немножко. В общем, выглядит вот этот джем. Это, знаете, как вот растолкли клубнику. Вот выглядит приблизительно так. И добавили чуть-чуть водички. Я Ване пока что на один нанесла. Потому что я не уверена, что... Ну, посмотрим. Сейчас, что если что, Тогда варенье бабушкино пойдет в ход. Ну, вот это, Вань, полезная, понимаешь, штука. Это как будто ты ягоду ешь. Что? Странное. Ну, рассказывай ощущения свои. Ты можешь передать? Ну, оно, в принципе, вкусное, но не очень. Еще раз откуси, ты толком не распробовала. Вот опиши, что ты ощущаешь. Ну, как будто бы клубника, но со вкусом малины. Как-то клубника со вкусом малины. Ну, да, есть вкус малины, но с привкусом как-то кумния. Ну, как-то очень страшно. Только я попробую, вот прям совсем чуть-чуть. Самое просто очень любопытно. Вот столько, я думаю, что ничего страшного не произойдет. Ну, оно без калорий, да. У меня просто уже на сегодня калорий рассчитано. Боже мой, это так вкусно. Это сладко, при том, что там нет сахара. И это прям аж облизать ложку. Ну, это вот как свежая ягода, свежая ягода, растолченная с сахаром. Вот ощущение такое. Но при этом сахар там какой-то... Да, сахар там какой-то натуральный. Дайте съесть ложку. Но я просто сегодня не буду уже злоупотреблять. Ну, это, конечно, не дешевого удовольствия. Но я, чтобы с утра добавлять в творог, чтобы творог не был пресным, вот добавлять такую штуку. Ну, это через 5 дней, соответственно. А сейчас я иду ходить, ходить на занятия. Так, и так, принеслась домой. Сейчас не фокусируется камера, смотрите. Вот так вот видно. 9 075 шагов, 282 килокалории сожгла. Так, сейчас быстренько делаем с Ваней уроки. И иду в этот... Краситься. Ну, и перекус. У моих это оставшаяся гречка с яйцом. А у меня, показываю, штрудель. Написано с капустой и с мясом. Порции, хочу сказать, маленькие. Мне говорят, что пластики нельзя разогревать. Но там написано, что пластики разогревать можно. В общем, здесь мясо. И, я так понимаю, вот это сверху лаваш и капуста. Красотка. Ну, и принеслась домой 18.37. Ребят, вот такой вот цвет, кстати, волос получился. Очень красивая была. Я сегодня в парикмахерской. Шарм называется у Ани. Очень мне тоже нравится эта парикмахерская. И вот сегодня отклоняюсь от графика. Обычно в 6 часов в последний раз ем. Но сегодня получается полседьмого. И, кстати, многие женщины спрашивают, ну, говорят, что вот мы приезжаем домой, допустим, только в 7 часов. Каким образом можно поесть в 6? Ну, я так понимаю, что самое главное поесть за 3 часа до сна. Вот самое главное. И вот что хорошо в этом питании, да, что я пришла, мне не надо сейчас думать, что мне там делать и как. А мне просто нужно достать и разогреть. Достать и разогреть. Так, у меня вот это. Этот последний прием пищи я уже разогревать не буду, потому что я его не осилю. И вот здесь у меня получается 400 килокалорий. То есть я так подозреваю, что это вот на всю вот эту порцию. На всю вот эту порцию, потому что жасминовый... Подождите, или 216. Я не могу сказать. Кари Боллс. Ну, наверное, это Кари Боллс. Это все вместе. Потому что я смотрю, вот 178 и 216. Наверное, котлеты 216, а рис 178. А завтра будет вообще с утра. Я смотрю, я обаудела. Блинный пирог жульен 354 килокалорий. Слушайте, я бы лучше, честно, творожок съела. Ну, и здесь написано, что последний прием пищи за 2 часа до сна. Ну, давайте попробуем вот эту котлету. Что это за котлета такая в кунжуте? Котлета в кунжуте. Ну, на следующую неделю... Так, мы с ней немножко покрасили брови. Завтра это смоется. Ничего не останется. На следующую неделю хочу попробовать рыбу вечером. Себе делать, запекать. Ну, не только себе. У меня Андрей тоже рыбу любит. Вкусно. Очень вкусно, что вот здесь сверху этот кунжут. Он прям, знаете, так... Оригинальный. Но вот чего не хватает. Не хватает овощей. Вот в этом рационе мне не хватает овощей, потому что, ну, как бы они здесь запеченные. То есть вы видели, да, там капуста, допустим, запеченная. Я бы сейчас с превеликим удовольствием все это поела с салатом. И уже посмотрела массу салатов. Сегодня такой классный. Морковка натертая, сыр чуть-чуть там потертый. Редька. И чуть-чуть сметаны и чеснок. Для меня это вообще вот так вот. Я очень люблю такие салаты. Просто обожаю. Я очень люблю капуста, допустим, с морковью. То есть тоже ты можешь ее есть неограниченно, сколько хочешь. А здесь, получается, у тебя вот этого всего нет. И не знаю, как потом будет, хотеться есть или нет. Но в любом случае, вот, отходить от правил вот эту неделю я не буду. Единственное, что я не съем последний прием пищи. Потому что, ну, мне кажется, это прям уже совсем перебор. Здесь ты кушаешь каждые два часа. А ты не успеваешь проголодаться. Но в девять часов в любом случае кушать хочется. У Вани на ужин моя любимая еда. Мои вареники любимые. Сейчас бы я, знаете, прям отдала бы многое за них. Это с картошкой и с вкусвиллом. Я не знаю, почему. Почему-то я вот очень люблю все, что касается теста. Так, ну и пока мы здесь сидим с Ваней ужинаем. Хочу у Вани поинтересоваться, как у молодого поколения. Вот вы у меня часто спрашиваете, каких блогеров смотрю я. А мне интересно, ну я-то, конечно, знаю, каких Ваня смотрит. Но какие сейчас самые популярные у молодежи, вот прям которых все знают. Ну я знаю Влада Абумага, А4. Он что снимает? Игры, по-моему, тоже, да? Челленджи. А, челленджи снимает. Всякие плохие челленджи. Ну ты его не смотришь. Нет, ну я его редко, редко, редко. Ну. Сейчас покажу. Он на первом месте, да? Ну, он самый популярный в России. 37,9 миллионов подписчиков. Представляете, 37 миллионов подписчиков. У меня даже... 38, да. У меня даже стали каратистами. Ну, мне кажется, он там из игр, наверное, что-то берет или нет? Нет. Он запада берет, копирует. Большинство блогеров популярных, они копируют запада какой-то контент. Так он еще говорит, у запада круче, но он говорит, что у него круче. Ну, знаете, на самом деле, все новое, это хорошо забытое старое. Не зря же эта поговорка есть. Поэтому так оно и есть. То есть у меня к вам вопрос, соответственно, сама себя пугаю. Смотрю на себя, сама себя пугаю с такими правилами. Ну, они, с одной стороны, красивые, но, с другой стороны, очень яркие. Кого смотрите вы? Вот вообще какие передачи? Вот вечером, допустим, приходите с работы, да, когда? Ну, или если кто-то не работает. Кого вы или что? Какие передачи вы предпочитаете смотреть? Вот я, допустим, для меня за счастье, если какое-нибудь новое интервью вышло на канале Собчак, потому что у нее очень интересное иногда расследование. Бывает, воду тебе дать? Вот. Потом, а поговорить сейчас что-то редко как-то бывают новые гости, но если интересные, кто-то смотрю. Алена Блин, смотрю обязательно. Ну, тут тоже, как бы, если интересные гости. Вот. Потом. Кстати, у нее был в гостях у Алены, блин, Ягудин, но он уже давно был. И мне очень понравилось его интервью. И я, честно, была удивлена. Они же... Он и еще там команды снимались в передаче «Звезды в Африке». Кто смотрел эту передачу, напишите. Ну, там такая экстрим-передача, знаете, когда жуков нужно есть, там, змеи вылавливать. Ну, в общем, преодолевать свои страхи, ну, такое, так себе занятие. Так вот, там попросили звезд, в основном участвовали, ну, там не в основном, а все участвовали звезды. Такие, как Хелькевич, там, звезды ТикТока, как ее там, Юлька Шпулька какая-то там была. Вот. Потом, ну, вот, Ягудин, да, Ягудин, там, сколько? Два не осилил вареник? Ягудин, я даже не знаю, сколько он там чемпион раз России, мира по фигурному контейнеру. А, мне интересно, вот это что же, вареники произошли, а слово вареник, почему в них стали картошку давать? А ты у Гугла спроси, почему они вареники? Мне кажется, у них другое что-то, не варенье. Вар, вар, наверное, у них корень вар, вареники, вар, н-суффикс, и окончание, ик, наверное, тоже суффикс. Ну, ладно, не важно, у меня воня в другую сторону. Посмотри, спроси в Гугла, почему вареники называются варениками. Интересно, само мне. Ну, и вот, и Пермякова там, да, тоже участвовали, и потом, кто там еще, Боня, ну, вот, из тех, кого я припомню. И их попросили встать по популярности. Почему, почему называется, почему. А, не, почему. Ну, называется, называется, называется. И популярности у людей сейчас. И, в общем, Ягудин, по-моему, был то ли на последнем, то ли на предпоследнем месте. Чемпион мира по фигурному катанию Вы представляете, сколько нужно тренироваться Чтобы достичь этого статуса Представлять такую огромную страну, как Россия На различных чемпионатах и так далее И то есть он на последнем или на предпоследнем месте по популярности А первое место по популярности было, если я не ошибаюсь По-моему, у Юльки Шпульки как раз-таки эта девочка Ей там лет 18-20, не знаю сколько конкретно И она сейчас звезда, очень популярная в ТикТоке Вот у нее первое место в популярности И причем она так еще немножечко разобиделась Когда ее хотели подвинуть на другое место Она искренне считала, что она первая А я про себя думаю Ну и там также и Пермякова тоже Они как-то немножко тоже подобиделись То есть как бы люди, которые давно уже вращаются Ну то есть довольно-таки известные Ну и Гудин там вообще, я считаю, что в фигурном катании состояться И быть чемпионом это верх заслуг Вот И они на последних позициях А на первых позициях вот ТикТокеры Боня там была, ну как звезда Дома 2 То есть опять же таки просто обычного шоу И в связи с этим вопрос Вот что сейчас И вопрос и ответ одновременно Что сейчас в мире главное Вот Потому что их варят Вареники, потому что их варят Не варенье Вареники, потому что их варят Понятно? Вот И мне вот этот вот, конечно, тоже вопрос Что столько всего по жизни добиваться Да, в течение жизни И, допустим, там закончилась карьера фигуриста Сейчас в данный момент Ну и Гудин, он в принципе довольно-таки успешно Он там шоу ведет Соответственно и так далее Но Но как быстро все забывается Как быстро забываются все заслуги И как быстро все меняется Ну и это, собственно говоря, все, дорогие друзья Чем я хотела сегодня с вами поделиться Вот такой вот у нас сегодня Не особенно насыщенный день Сейчас я для вас смонтирую видео Потом мы с Ванюшкой почитаем Как мы почитаем, мы еще сделали А нужно еще почитать Чтобы ты не запинался на вот этих вот Сегодня словах Попона Мне читали слова Ваня, я его слушаю Ну как, я что-то там читаю параллельно И слушаю, что он мне там читает Он попна что-то такое прочитал Я говорю, чего там на слоне попна Попна Какая попна? О чем у него речь идет? Непонятно Что? Эти слова не используются Ну как не? Попона Ты же понял, что это такое? Да Ну как не используется? Используется Ну оно редко используется Но используется Ты в любом случае Но ты в любом случае Ты проглотил букву Ты же ее не прочитал Ты прочитал, как понял Попна Не попона А попна какая-то Понимаешь? Я Я Я Что ты сказал? Я два раза переспросила Что же там Про что там речь идет Ладно Дорогие друзья В общем Всем желаю добра Удачи, позитива Ну и совсем скоро Увидимся с вами вновь Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok